Всем здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. И этот день, как и эту неделю, вместе с вами начинаю я, Антон Скалли, сразу к выпуску. В поселке Пруцкой Паловского района отремонтируют местную школу. На это направят 8,5 миллионов рублей. Работы проведут в рамках госпрограммы развития образования. Как сообщили в Краевом Минобре, учреждение состоит из двух зданий. Первое построили почти полвека назад, второе ввели в эксплуатацию в начале 90-х. Оба нуждаются в ремонте, в капитальном ремонте. В школе заменят окна, отремонтируют кровлю, заменят мебель и приведут в порядок кабинеты. Работы планируют завершить в течение года. Акция «Снежный десант» стартует сегодня. Она пройдет в Алтайском крае в 52-й раз. В этом году она продлится 17 дней. Так, с 1 по 15 февраля акция пройдет в режиме онлайн. Волонтеры будут консультировать население, проводить профориентационные мероприятия. Концертные программы будут тоже транслироваться в онлайн-формации в этот период. А вот 17 февраля планируется однодневный выезд студенческих отрядов в сельские территории. Один отряд сможет посетить только одно село, чтобы избежать лишних контактов. Каждый участник акции в этом году должен пройти тестирование и перед выездом в село иметь на руках свежую справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Почти 41 тысяча жителей Алтайского края потеряли работу во время пандемии. Этот показатель почти в два раза больше, чем в аналогичный период 2019-го. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура. Всего в 2020 году в службу занятости населения региона обратилось более 95 тысяч человек. Из них почти 86 тысяч получили меры поддержки. Это профориентация, переобучение, а также социальные выплаты на общую сумму более 3 миллиардов рублей. В рабочем поселке Тольменко завершают строительство нового детского сада. Работы проводят в рамках национального проекта «Демография». Стоимость объекта – 150 миллионов рублей. Накануне детский сад посетили представители единого строизаказчика региона. Все подробности прямо сейчас. Каждое утро Натальи Пушковой проходит в хлопотах. Двоих детей нужно собрать в детский сад и еще шестерых в школу. Если школа находится в пешей доступности, то младших детей приходится возить в соседний микрорайон. Дорога туда всего одна, а по утрам в Тольменке бывают пробки. Тем более увезти дошкольников на машине получается не всегда. В девятый детский сад, как бы ни одного ребенка. Я являюсь многодетной матерью, у меня очень много детей приемных, в том числе уже большие взрослые. И изначально всех детей мы водили в девятый сад. Но мы живем в этом микрорайоне. И нам удобнее было бы, если бы мы сюда посещали. Тем более здесь планируется постройка школы. Одновременно в одно место везти детей и школьников. И детский сад очень удобно. К работам на объекте строители приступили чуть больше года назад. Тогда на месте детского сада находился пустырь. С самого начала рабочим предстояло решить непростую задачу. Площадка, на которой решили строить здание, находится на старом русле реки Чумыш. Прежде чем закладывать фундамент сада, необходимо было укрепить участок. Для этого строители создали грунтовую насыпь. Рельеф местности, он гораздо ниже находится. То есть здесь выполнена насыпь полностью грунтовых масс. Поднята относительно существующих отметок порядка двух с половиной метров. То есть садик стоит на основании существующего рельефа. А все остальное это насыпано. То есть вот подъем. Здесь порядка 45 тысяч кубов грунта завезено и уплотнено. Сейчас объект готов на 99%. Строители затирают швы на стенах и монтируют противопожарное оборудование. Работы на объекте идут практически круглосуточно. Особое внимание уделили детям с ограниченными возможностями. Специально для них в здании установят пандус, лифт между первым и вторым этажами и специальные схемы для слабовидящих. Единственный детский сад в микрорайоне «Светлый» закрылся еще в 90-е годы. Вместе с ним исчезла и одна из немногих ясельных групп. Сейчас в районе около 130 детей в возрасте до 3 лет. Не все они могут посещать другие учреждения. Новое здание поможет восполнить нехватку мест. В нем будет 6 групп, 2 из которых ясельные. Уже в начале февраля здание передадут в руки проверяющих организаций. После этого в садик закупят мебель и игрушки, и он будет готов принять первых посетителей. Егор Ковалев, Алексей Михайлов, Новости. На этом у меня все. Будьте здоровы, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова